здравствуйте дорогие друзья сегодня в нашей студии известный историк руководитель фонда ярлик жолмен дина зина лавина иксатова здравствуйте 1 зимой на очень рады вас видеть нашей студии на портале просто антариха мы давно сотрудничаем опубликуем ваши материалы как известно вы большой специалист может быть даже единственный специалист о роли женщин в годы великой отечественной войны и не только да вот вообще вы рассматриваете изучаете вклад женщин в истории казахстана насколько я помню и исследования ваши касались и женщин руководителей дореволюционном казахстане и в современный период сегодня мы встречаемся накануне великих праздников дня победы и хотелось бы с вами поговорить об исследованиях о ваших исследованиях посвященной теме великой отечественной войны о тех проблемах которые до сих пор существуют которые еще не нашли своего решения в том числе и наверное как вы работаете с местными органами власти в сохранении исторической памяти наших героев дивизий которые формировались на территории казахстана расскажите пожалуйста о том насколько вот изучена эта тема участие казахстанцев и казахских женщин в годы великой отечественной войны несколько лет назад мы помню выиграли конкурс и оба университета имени абая у нас в алматы они нам дали грант на выпуск исследования монографии книги женщины казахстана на войне сорок первый сорок пятый год но это было больше связано с судьбой военврача которая служила в штрафбате холиде изенкова немамановой она вообще-то доктор медицинских наук профессор и больше 20 лет как создала кафедру в актюбинском медицинском институте теперь западно-казахстанская медицинская академия вот ну тогда мы не знали но пришлось еще про ее родню все узнать да но яркая личность да потому что мамановы это очень известные люди в казахстане но по крайней мере в начале двадцатого века да вот но так как эти братья и и отец был в числе них и сенков они вот эту знаменитую школу мамания сделали да под толды кургана там интересно там учились дети и и за счет заведения их одевали кормили помещение помещение для жития дали на попечении получать довольствие да и потом это естественно учебники и все прочее да там преподаватели были из турции санкт-петербурга это там минимальная 2000 рублей тогда это зарплата была если по нашим меркам это не даже не не 1000 долларов а гораздо больше и я помню когда лошардинцы ахмед байтурсунов газету казах начали делать то они как спонсоры им дали деньги мы перед пересчитывали пересчитывали да оказалось и 10 тысяч долларов они дали на выпуск газеты кто сейчас такие деньги до огромные деньги на тем более тогда да то есть у них очень большой вклад был в развитие казахстана вот и это но потом когда наступила советская власть причем по всему же бег жилые торговые дома были да вот и они всем там помогали с работы с жильем вот а когда советская власть пришла всех разогнали кого расстреляли ее отца халиды маманова и осудили и выслали в ссылку в оренбург вот на несколько то лет да а потом уже вернулись казахстану когда они возвращались он там отец у нее умер двое братишков умерли да вот и когда это она хорошо взяла экзамены но из-за того что она дочь врага народу и все-таки не не с раскрытыми как говорится руками приняли в наш мединститут могли не принять могли не принять но когда она кончала мединститут как раз началась война великое отечественное да вот и но любой медик тем более высшим медицинским образованием вот она это получается военно обязаны ее в армию то призвали но даже санитарную книжку не дали дали лопату копать и окопы и хоронить умерших да вот тогда она написала письмо сталину что если я дочь врага народа пошлите меня штрафбат живая останусь а там срок есть до двух месяцев то оправдайте меня и мою родню да и и сразу штрафбат оправили смелое заявление да но у нас спор например с актюгинскими мы спорим они говорят это она ультиматум сталину поставил его как она может стали на ультиматум поставить но ведь говорит если живая останусь то оправдайте ну общем она живая до берлина дошла после войны а нас но трудности у нее с этим будут всю жизнь и мать все время это держала сумку или чемоданчик на готове с вещами и с документами и продуктами день пройдет она только хлеб на свежий меняет к примеру то есть они все время ожидали что их это выселят выгонят или еще чего-нибудь но такие ожидания были вот у всех людей того времени этого страх террор но все равно это как его она защитит кандидатскую потом докторскую но доктор скана защитила в москве это всегда было трудно да тем более в те времена вот и когда у нее друг сокурсник открывал его послали в этот актюбинский мединститут там открыли тогда что как в караганде в алмате был да а тут открыли там он ее позвал кафедру под физиологией в кафедру она там открыла и больше 20 лет была заведующей а я как раз какой-то юбилей алии молдогуловой были и казахи московские говорят что мы тут псковскими собираемся ехать в хобду на родину ли молдогуловой слушай мы с москвы едем те с пскова да ты чё с алматы не можешь приехать и я поехала мы поехали на родину там везде были концерты а вот эти с управления культуры псковской области где похоронена то алия молдогула она хорошо разбирается кто как поет по мне так все хорошо пили она говорит нет вот это лучше вот это первое место возьмет вот и так как она сказала так и было да вот она обратном пути уже когда возвращаться поехали в музей алии молдогуловой и они мне говорят сотрудники это знаешь там сын принес про свою мать она штрафбате служил напиши про нее это я в журнале тогда женском оружием работаю и дали все материалы это мы тогда дали статью потом говорю я через пояс передам говорю вы там это они говорят ладно заберем и как его потом мы готовили выставку это уже в 2015 году женщины казахстана на войне военный музей в астане то это как его а тут год как раз это конец года уже был открывался в этот военный музей на конференцию позвали до этого потом мы выставку делали и ко мне подошел один мужчина и говорит меня зовут медет маманов я когда узнал что вы приедете сразу поехал говорит а это ее сын оказался это об этом вы написали журнале да и написала и это потом в каком-то году был заказ первый российский канал по заказу наших делал цикл художник документальных фильмов наша война и меня позвали сказали женщины и на войне вы будете консультантом ну ну я пришла это а там группа то российская и они говорят чего вас и казашки делали на войне да ну чё давно так я говорю знаете что я не буду рассказывать там про медсестр санитарок даже врачей но у всех были да ну вот например танковый экипаж 4 казашки девчонки из карагандинской области да да знаменитый танковый экипаж все развернулись этот чуть свою камеру не уронил да парень вы знаете всего 50 женщин со всего советского союза танковые войска призвали я прям даже всеми документами располагая какой был приказ чтобы создать да но в каждом танке там четыре человека это служит как бы вот но только одна пулеметчица другая радистская вот так вот а чтобы полностью девчачий то экипаж это только один мы нашли из карагандинской области вы знаете споры не 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 затихают до сих пор я говорю ну вот как надо нас казахов дело дойдет так вечно какие-то замечания и папа это как вот их искали они где-то в прибалтике погибли я когда ездила на суд международную конференцию судьба солдата в москве я специально прибалтийскую делегацию нашла раньше все время думал чу люди путают киргизстан казахстан да это какие так я точно также путаюсь латвии и литва и эстонии и им объяснила вот так и так они дают вы данные знаете знаете ей все выложила донесение с фронта я даже наших профессорис института история академии наук ходила в нашу нас библиотеку гри девчата карагандинская газета сорок четвертого года это февральская там донесение с фронта старшины и про них написано мы нашли эту газету копии сделали они мне еще библиотечных мы сами никогда не слышали но теперь и знать будете конечно пошла отнесла в это в академии наук а они мне говорят 7 бима 7 бима skype ну чё 7 бима он же не врал говорю когда это посылал то есть это как все-таки надо выяснить карагандинский областной военкомат дал данные кто призывался с их иной области их данных тоже нету не совпадает и спор когда пошел это я им говорю вы знаете чего оказывается до сорокового года территориальная расположенность областей разделения было другое так что это может быть другой район призывали может не так и подверженные получается да поэтому надо искать и а прибалтийским когда сказала и документы все выложила да как их искали ну данные все их фамилия имя отчество одну даже наградили за отвагу медалью и они говорят мне ты чё это же бомба надо искать эту бомбу такой вот то есть вот у нас такой случай а второй говорю этим киношникам вот это со штраф роты халидом муанова говорю да я не знаю то говорят рота была штрафная целая женская но у нас казахстана была только одна целая штрафная рота женщин даже рада по всему советскому союзу со ну там многие скорее всего это дочери влагов народа как там да это называется раскулаченная в этом духе вот такие просто трудно себе представить целая рота женщин которая выступала против врага штрафной роте там как раз этот указ сталина вышел что это сзади должны идти если кто-то с трусик бежать расстреливать то специальный приказ был заградительные заградительные отряды а она как рассказал халида ягод среди зэков служил до получается в штраф роте а так как я врач говорю у кого чего болит у кого какое родине и все дело не меня так зауважали все книжек да они на меня закрывали это заграждали в общем спасали как могли и я поэтому вышла говорит и знаете на протяжении потом всей жизни ну если даже японцы оказывается под физиологии это связано с онкологии японцы за ней следили за ее материалами научными исследованиями да все и это все время звали на международные конференции с а я никогда не выпускали ректор от не давал согласия а когда дали разрешение что группа врачей и она поехали болгарию на это море то то там ее найдут умершей но но мне как сын рассказывал говорит когда вскрытие делали говорит да понимаешь у нее гриб на животе где солнечное сплетение почти черное пятно было а когда вскрыли все порвано все органы там будет мочевой пузырь клочья только я тебе как врач говорю а он еще его когда проверяли в тибетские монастыри на учебу звали как обладающие способностями да вот это ну как официальная версия что она ударилась об камень типа поздно ночью сейчас плавка а мы говорим вы извините да это тут не надо медиц медикам быть чтобы понять если ты об камень ударился то тебя все пробьет да от все целое за только внутренности порванные а он мне объясняет для страшную смерть понимаешь что говорит это когда специально в эту точку сильно ударить там хоть чё разорвется это вот как специально отработанный удар дана сильно поэтому причину смерти до сих пор это он говорит я как раз был в армии когда вернулся уже это ее хоронили а потом вернее отозвали что это погибло а когда уже отслужил приехал это уже нашу квартиру отдали другим людям и это я говорю так там у нее научные исследования материалы все скорее всего кто-то уже докторскую на этом сделал да вполне возможно до исследования это раз ну давайте сегодняшнем мероприятию военно-историческом музее прошла выставка от иравской областной историко-кровического музея посвященную столетию хивазда спановой насколько известно вот вы тоже о ней много интересного знаете расскажите пожалуйста ну хивазда спанова наша первая казашка летчица всего оказалось из казахстана летчики летчица имеет три женщины были одна с полударской области одна североказахстанской и наши хивазда спанова но казашка она единственная а у меня например интерес потому что отец ее лично знал и они вместе работали на партийной работе да вот и я помню что это родители писали мать и отец про нее да еще в 90-х годов и в один прекрасный день он не сказал говорит это я я тебя с собой возьму мы хотим там как раз казахстан казахстан батарлар газета выходила да хотим это показать ей обсудить и в общем могу тебя с собой взять только ты тихо тихо сиди когда ну чё такое отец сказал да еду ладно мы ходили к ней домой они там в кабинете сидели говорили а мне стучек поставили в коридоре двери закрыли это обсуждали я единственном помню что она кулаком по столу вот так дала и говорит хочу быть героем советского союза это мы потом с отцом уже когда выходили после того как он все там обсудил я говорю пап но уже советского союза нет уже вообще да и потом мы интересовались почему именно ей всем другим кто с кем она в полку в этом служила это дали звание героя и нет россияне нам объяснили живая осталась поэтому не дали говорит если по него тут нормальный грамматы и поделась сразу бы дали посмертно но это отец и его друзья все решили ходатайство писать обращение чтобы ей дали но она же заслужила действительно нет это понятно вот но так как это как его заставляют как всегда я им готовила это письма отвозила тогда уже надо было сначала там в алмате потом уже в астану и я сразу напрямую вовлекли до в этот процесс и я помню что это приезжай с командировки захожу значит отец выходит и говорит человек это зала задала говорю а ну как это было не покажет я это как его даже еще как говорится ничего не скинула портфель открывает письмо достаю ну вот смотри отметка канцелярии что такого-то числа приняли во столько-то там все до регистрационный номер мать еще возмущалась дать человеку зайти гигов но это это несколько лет было три-четыре года наверное это в год наверно каждый месяц мы ездили а трауски мне вот я джимовая рада спанова знаю исследователя тоже историка да он это как раз женского энциклопедию женщины фронтовики казахстана делал да вот он у них своя газета была в отра он говорит мы еще двухтысяч на первом году давали то есть мы в салматы они там с трау везде да были такие обращения эти обращения управлялись куда президенту писали да ну в итоге двухтысяч на четвертом году концу года вышел указ президента и назарбаев тогда был президентом ей прикрепил эту звезду героя но ей дали звание халыха хормана халка было такое это как она при жизни успела да она умерла двухтысяч на восьмом году то есть до этого это как ее мечта осуществилась можно с характером конечно девушка никто не спорит но это молодец а когда мы в прошлом году ко всем обращались а вот у меня партнеры с киностудии у них идея была план художественный сериал сделать про нее они как разу спада когда они ко мне обратились я сказал мне вот много много материалов могу дать братский поделиться как говорится да мне еще мурату легенцы говорит я думаю весь казахстан будем объезжать пока соберем да я говорю зачем вот давай это какие причем я например во все наши архивы ходила в кинофото ходила они мне два небольших документальных сюжета нашли да про нее здорово да это какие вот этот сыночек тогда маленький был ну маленький как лет десять двенадцать наверно да вот на этой хронике да сидят чай пьют ну вот это как я им все дала еще собрали это ну так как я уже давно исследование занимаюсь например тут же архив президента обратился суши но если она на партийной работе делаю должно быть они ведь найдем давай обращение ходатайся я они не все нашли то есть это не с чьих-то там слов это ее рукой написано но они же еще проверяют вот то есть такие документы поэтому автобиография даже листок это когда и я очень сегодня на выставке у атраусского музея спрашивала личное дело есть это есть спрашиваю это не грина мы ходили у нас мы все так делаем же да когда конкретные вопросы следы все архивы спрашиваем это как его ну было такое то есть собираем уже ну она в шестьдесят седьмом году вышли ее две книги на русском на казахском под командованием роскова это на русском а халку лучшим на казахском музыке да вот это например нас в архиве по одному экземпляру есть а я в этот нашу нацбиблиотеку ходила найдете мне ее книги они нашли 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 да и только там один экземпляр что ли остался вот и тогда ребята говорят слушай надо переиздать это же мы неудобно это уже раритетные молодые должны читать знают это там хорошо так написано как они служили как они это да и поэтому мы стали обращаться его кемат и это я даже президенту казахстана написала ну а как можно делать патриотическое воспитание если про таких людей кино не снимать не показывает книги не писать да не так естественно конечно тем более наш период когда молодежь достаточно уже отошла от этого необходимо военно-патриотическое воспитание вот на таких примерах на таких героев и как поддержала вас администрации нет все отказали ну а травмский областной кемат написал ответ это сентябрь прошлого года что все деньги на пандемию ушли ах шажок уральский точно так же но я тогда этой профессори с отравского универа ахмета хали знаю да я написала им они говорят это джимова я рассказал ваш игре эти а травмский не поддержали а тематах шажок ты еще не могли это какие нет это не решение я думаю что таких случаях государство должно напрямую обратиться на при поддержать министерство вы знаете чё это параллельно мы обращались сейчас скажу ну как бы это да я очень давно уже хотела делать программу по аналогии с россией как делают но женские имена в истории казахстана очень интересно когда хабаровским расписали но от ребята с киностудии то марфин да по-моему назад они пошли их весь хабар поддержал начиная как говорится с самого низа кончая попечительским советом ну вот я говорю давайте я вам раз вернее разе объясню как чудо да даже по опыту как мы делали документальные фильмы передачи до до этого например рук казахов названы в честь конкретных женщин есть таких где-то шесть или восемь женщин казашек честь которых ру назвали да потом я свое время делала материал женщины политики степи да примеру и я тогда это проволосных управителей женщин казахстана тоже очень интересно и там например хочешь не хочешь исторически водную часть делаешь да оказывается где-то около десяти что ли может больше может меньше женщин были казашек волосными управителями срок на который сбираешься это три года три года но многие были переизбраны поэтому кто-то 10 больше десяти лет кто-то больше двадцати лет был волосным управителем но причем они военствующие были когда враги нападали впереди всех как говорится на лошади скалкала с этим да вот как интересно то есть дух у наших казахских женщин был стать такой сильный вы знаете когда у меня хорошая знакомая гульбаршим это делала историю акмолинской области звонит мне и говорит мне звонила одна женщина с алматы и говорит почему вы про мою бабушку про бабушку не написали я говорю так это это небось из консерватории говорю профессорша она говорит а ты откуда знаешь так когда я статью написал про волосных управителей она меня нашла и говорит вот это которую вы писали про акмолинскую область до волосного правительства это моя прабабушка вы где взяли говорят я говорю архив города астана только игры понимаете чё там про каждую три-четыре предложения было с такого-то периода ну было же да по дальше надо искать копать а я поэтому про каждую это и расписала какие условия были для того чтобы стать волосным управителем авторитет должен быть да все вот этого и в итоге нашла кучку дам еще я помню в обаевском университете был какой-то семинар и там одна выступала она писала волосные управители по моему акмолинской области что ли или это но какого-то региона и ей сказал говорю а чего про женщин то не пишите и тогда профессора говорят ты чего он смотри длина права я думка так я писала про это уже и газетах и журнал уже все данным давно опубликовано не ну кого-то нашли сначала там одну две три потом пошло пошло до это например вот у нас по ладарской области есть актелинская волость в актелинской области с первую школу построили там же само название актелин это в честь нее ее звали актелин волость так и назвали так там саттая получился да в этой школе понимаете это история вашей родины вашего края да это знать же надо история малой родины краеведение о чем вот говорят ну и дальше вот так вот например это даже баба я хочу взять и хакаться двигаю было мы например все хорошо знаем папой которая сестра хана кеннисары было да так честь нее озеро назвали там еще что да я помню что в какой-то год я писала про жанара нур шаихову это старшая дочка профессор же азилхана нур шаихова этого нашего писателя не 100 лет по моему в году я не говорю это жанар я с детства слышала про вашу маму про любовь и ваших родителей они на войне там познакомились и что ли давай про маму напишем короче когда все написали напечатали все я даже сама отвезла и журналы отцу пока же говорю на следующий день приезжала к нам в редакцию я думаю ну все конец что-то не то наверно да ну и говорю ты это отцу показал она говорит да и черт не понравилось над без нет очень понравилось когда я ему сказала от камня за камня забить да и я ему говорю да ты знаешь ее родителей маму с мамой вместе работу а мать когда работа в казахской энциклопедии началось ее начальником отдела как раз был азилхан нур шаихова друг друга хорошо знали и вот он говорит ты ей скажи книги надо писать так сейчас он говорит ну вот и все это классно мы думаю за критика буты речения а тут все очень это прекрасно мне отец сказал это пусть не останавливается дальше идет книги и пишут она за этой как я спецсвязь стулья или как она там служила а шифровальщица тоже большого стоит получить такие пожелания да на взрослого человека а теперь вот что касается 106 кавалерийской дивизии уже много лет вы занимаетесь этой темы и исследованиям но вы знаете это так как матери моей мечта была она тем более в энциклопедии работал собирала данные она занималась с женщинами казахстана и говорила что моя мечта наших женщин всему миру показать то а поэтому мы как же цена автопилоте ну как ты если отец сказала мать сказала будешь делать да а тут это 2000 10 году пола джумалов приехал он казахскую диаспору в это в москве возглавляю он по каким-то делам своих и говорит один из пунктов моей поездки встреча с вами я думаю при это встретимся давайте значит да вот он тогда сказал мы бы просили чтобы занялись вот этой акмолинской дивизии которая воевала под харьковом да ну так как она акмолинская это как я беру слушай у нас женский журнал причем тут война еще это какие-то вот он вне но я очень тебя прошу я подумал ну ладно одну статью напишу на этом наверно все кончится да и я помню это с чем кента по моему приезжал свои колгенбай а это его сын он служил он был главный ветеринарный врач это из 106 кавалерии когда разговор с ветеринарный врач следил за животными да когда мы с это саташка рашка уже говорили он мне говорит это нет ты не права говорит раз женский журнал это для семейного чтения а как может быть семейное чтение без отца говорит это за наши отцы говорит короче говорю ты мне официальную версию конце дал да это я думала правда что я одну статью ну две напишу на этом все кончится ничего подобного сколько мы это как его и в какой-то а у нас делали мой проект по военнопленных фонд эйберта тогда поддержал и делали выставку в караганде два в основном историко-краевическом музее я помню что это где-то 28 вот этих планшетов было до выставки военнопленных так даже надо было это немецком плену до наши там получается из-за чего туда включили одного мне тут одни дали казахи ищи звери и хинова руда они акмолинский с кургальджина я еще смеюсь и говорю у меня мать оттуда из тех краев так вот один из них воевал был призван в эту 106 кавалерию служил так попал в плен немецкий потом в плен советский и в итоге кто-то карлак что ли туда послали и когда было тенгирское восстание знаменитая вот он в этом участвовал оказалось что солженицын он с чьих-то слов записывал видать очень много неточности а эти сами очевидцы и я тогда газеты журналы этот материал дала это было что-то и решили тогда выставку проводить сенсации вы знаете когда мы в это караганде и проводим там русских много пришло и они так возмущались как вы можете говорить мы там сидели мы знаем и это вы знаете почему-то все отрицают что наши там местные могли сидеть из казахстана до имеется ввиду игры ну знаете чем мы семьи нашли у которых дед сидел у кого отец сидел именно там и принимали участие в этом тенгирском восстание те же списке заключенных да есть утвержденный цвета данные о пересылках то где какое время находился национальный состав по фамиль на все от кто откуда нет ну они там жертвы а мы это не да но было такое дело но потом кто куда уехал или чего как вода но факт тут что это и помню потом мы эту выставку проводили в как читаю там тоже там народ откровенно плакал но потому что где то никогда никто даже рот не открывал на эту тему ну игру но наша задача не просто давать информацию а добиться чтобы наших дедов оправдали ли они за не по собственной воле туда попали тем более сейчас во время действия государственной комиссии по полной реабилитации это было лет пять десять назад теперь получается что это когда эту тему поднимали вернее начали я так тогда мы книгу выпустила я право на добрую память и в этот раз когда это такая президент объявил что госкомиссия создается и у кого какие предложения я тогда когда книгу готовила мы еще потом фильмы снимали да но дело в том что специально на казахском на русском сняли военнопленный фильм да вот и я послала в обращении что прошу включить как один из пунктов реабилитацию бывших военнопленных и справедливо и приложила это материалы госкомиссии российской федерации 94 или 95 года где они уже это провели нет да и на основании вот этой работы госкомиссии президент ельцин тогда был подписал указ о реабилитации этого высших военнопленных это 95 год сейчас извините уже двухтысячная двадцатый там дальше пошел да у нас даже не заикались а это как его да вот то есть это народ то жил и я даже удивился вас воспрянули духом ну я помню в какой-то год бундестаг объявил что кто живой военнопленный остался правительство германии выплачивает компенсацию да там сколько-то 400 что ли было и с чем-то евро только надо списки представить и потом доказательства и тогда я задружила с мвд там было аналитическое управление вот они дали списки живых это я еще военнопленных да и казахстане я еще у этих спрашиваю это немецкую профессору с которой это германский исторический слушай когда им наверное уже всем под 90 говорю да это не нашли и это ну представляешь говорю если пересчитать евро на наши казахские тенге они как минимум миллион тенге каждый день получит мы как начали пыхтеть да это и все равно в этот срок не уложились они там сдвинула что ли а причем германская сторона когда спала спрашивать я говорю понимаете чё это данные мвд казахстана дело на каждого есть то есть они же еще проверять будут если будете проверять министерство запросите они все данные дела дадут посмотрите что у нас это но одним словом вопрос этот открыт и до сих пор но сейчас уже наверно количество дедов уже уменьшается естественно да не потому что мне с посольства звонили германия в казахстане и они говорят твоя профессора в берлине на уши подняла наш весь бундестаг и гачу случилось а из-за наших дедов что ли говорю правильно правильно было здорово но из-за бюрократии нашей не получилось тогда потому что мы все министерства просили вы неоднократно обращались столичные местные исполнительные органы по поводу увековечения памяти 106 кавалерийской дивизии как продвигается вопрос так это как стояла так и стоит там такие странные ответы приходили сакимата но мы по старой привычке говорим астаны да это я совет генералов совет ветеранов всех уже это известила пак был первый ответ что они воевали не на нашей территории ну газе понятно что сорок первом там сорок втором в казахстане на территории него войны они воевали там под харьковом теперь это а последний ответ что каждый день дивизии улицу давать но и же всего четыре ну и мы и объясняем говорю это я потом совет генералов ходила понимаете сакмолинская из области уходила всего четыре дивизии если четыре улицы назовут в честь каждой дивизии что-то случится город потом там знаете есть одна дивизия она воевала в старинградской битве так они принимали участие и плен брали самого фельдмаршала паульса узнаете это такое событие там бы весь мир гремел там даже вот этот вот памятник же есть советскому воину победителю как он ребенка держит это же тоже наш казахстанский с него брали это же такие это какие-то наши казахстанские это какой вклад в историю в победу ну я думаю что акимат должен все-таки в этом вопросе занять более утвердительную жизнь каждое увидите каждая область казахстана взять например тоже актюбинскую область они в честь дивизии которая ушла от них одной одну помню остальные не могу врать не буду каждая область по крайней мере по одной улице дала только астана у нас нурсултан теперь да в конце это даже разговора нету и это не обязательно делать юбилею то есть конец не надо терять годы ждать еще какие-то очередные юбилейные события надо увековечить память наших отцов наших предков которые пожертвовали своей жизни во время великой отечественной войны ради общей победы вы знаете я говорил про эту памятную медаль в честь это военврача есть знаменитая на весь мир а медсестры там или кого это была договоренность пару лет назад мы дали предложение когда спрашивал министерство обороны например военврача халиду мамановой ну дайте ее имя этой медали наградить медали вот это халиды маманова да как очень хорошее предложение ну правильно кто как как это тишина ну надеюсь что все это тоже решится спасибо вам большое ну и и и и и и и и Продолжение следует...